Всем большой привет! Готовить сегодня буду вот такой простой, но очень вкусный пирог к чаю. Фишка его в том, что для его приготовления не нужно ничего взбивать миксером, просто перемешиваем все продукты венчиком или ложкой. Ставим в духовку и пирог к чаю готов. Кому интересно, оставайтесь со мной, давайте будем печь вместе. Очень просто готовится тесто, ничего взбивать не нужно. В первую очередь в миске я смешаю сухие ингредиенты, просею муку, сюда же отправляю манку и сахар. Все это хорошенечко перемешиваем. В глубокой миске я смешаю до однородности яйца со сметаной. Сюда же я добавлю щепотку соли. Добавляю сюда пару столовых ложек вот такого жидкого меда. Если у вас мед густой, то можно его слегка растопить в микроволновке. И также вливаю растопленное сливочное масло, но не горячее. Все это очень хорошо перемешиваю. Все смешали до однородности. В последнюю очередь я добавляю разрыхлитель. Все еще раз тщательно перемешиваем. Оставляем тесто на столе, пусть оно немножко постоит, а мы пока подготовим сливы. У слив я удалила косточки и теперь просто нарезаю сливу дольками. На самом деле вместо слива можно использовать любые другие сезонные ягоды или фрукты по вашему вкусу. Выпекать пирог я буду в форме диаметром 26 см. Если хотите, чтобы пирог был выше, тогда берите форму меньшего диаметра. Либо можно выпекать пирог просто на противне. Дно формы я застелила бумагой для выпечки. Если бумаги нет, можете просто смазать форму сливочным маслом и присыпать ее мукой. Теперь перекладываю сюда тесто и равномерно его распределяю. Сверху произвольно буду выкладывать сливы. Выпекать пирог я буду в разогретой до 180 градусов духовке. Время выпекания индивидуально зависит от размера вашей формы и от самой духовки. Выпекался пирог у меня 40 минут. Он отлично пропекся. Посмотрите, какая красота! Я дам пирогу немного остыть, затем буду вынимать из формы. Остывший пирог я посыпаю сахарной пудрой и подаю к чаю. Пирог готовится просто, быстро. Такой палочковый ручалочка к чаю. Попробуйте приготовить, я надеюсь, что и вам он тоже придется по вкусу. А я с вами на сегодня прощаюсь. Всем-всем желаю приятного чаепития и хорошего настроения. Ставьте лайк, если понравился рецепт, пишите комментарии и подписывайтесь на наш канал. Скоро увидимся!